всем привет и сегодня у нас такая мощная тема которую я конечно же ну как обычно да вот все эти мои лекции по большей части устроен таким образом что целую лекцию можно развернуть одну лекцию можно развернуть почти что в целый курс вот только это уже будут не я потому что это нужен человек который матерый в этом всем разбирается и крутится и способен построить логичную схему с объяснением от начала до конца но мы с вами бегаем по верхам точнее не так мы рассматриваем темы которые в принципе можно самостоятельно дальше осваивать значит тема отладка она и понятное дело бесконечная ну тем не менее плане линукса в этом смысле есть про что поговорить для начала немножко давайте мы прямо туда вот зайдем чтобы чтобы было у всех также как у меня ну не у всех а у многих у тех у кого и так работает прежде чем поговорить про все это дело сразу хожу скажу что есть хороший текст на вики бокс который называют так и называется linux application debugging tools который как я понимаю покрывает все что мы сегодня будем говорить и плюс еще много вдовес ну вот хорош книжка временами там есть пустые места временами она прям клево вот но она понятное дело не книжка но вот такое первым делом надо понимать когда мы занимаемся отладкой что вот этот бинарничек который у нас получается это довольно сложные структуры файл вас узнаете какой-нибудь про да значит это довольно сложные структуры файл у которого много разных кусочков внутри он имеет формат елиев экзи киталлинк формат что не знаю забыл ловили library короче можно сходить по ссылке почитать экзи киталлинк был формат все так общение которое вполне себе есть в википедии вот она страшная и ужасная я даже смотреть на него не буду вот если у него посмотреть на этот файл мы увидим что у него есть значит какой-то какая сигнатурка вначале дальше какие-то таблицы значит а дальше похоже вообще код-код-код-код а в конце этого кода внезапно а в конце этого года внезапно еще какие-то куски значит информация о том а чё это был за исходный год на си а какие там значит более того вам скажу если мы скажем вот так вот потому что кажется фан нужен да да навещу это еще фан нужен вот если мы скажем вот так вот то мы увидим помимо за счет этих таблиц еще и где-то там исходники в конце вне информацию в исходниках какие функции в каком месте на что ссылаться не не увидим ну короче таким способом смотреть это разумеется бессмысленно ну то есть от слова совсем нам бы не неплохо анализировать вот этот бинар вот этот бинарник а в общем и объектники тоже каким-нибудь другим инструментом но вот самый простой инструмент называется на мы от слова name который показывает собственно какие символы у нас в данном елефе встречаются причем обратите внимание вот на что чем мы сделаем вот так вот про в точка си здесь надо сказать у минус c по-моему минус g не нужен при этом лице маленькая я помню нормально вот а значит если мы скомпилируем объект только до смысле из исходник только до объектника дать его тоже посмотрим это же интересно ну вот он маленький совсем а кстати об однажды строчки хелло ворду обнаружился результат это самая информация работе компилятора вот еще какие-то сердце ну короче хрен его знаешь так вот значит если мы скомпилируем только до до объектника все равно он уже будет елефом и это значит в него можно заглянуть с помощью специальных инструментов ну скажем мы который нам расскажет что в этом нашем файле прогу всего три имени фон мэйн и иные да причем фон ему и и и иные как видите не определенный undefined а мы определенные ну в общем это правда да потому что н у нас extern а фун у нас только объявлен вызван но нигде не не описан не смысле не объявлено ну да объявлено не за вот останки этого всего лежат файле fun.si и там должна быть ситуация прямо противоположного у нас должна быть должны быть переменной n и к именно должна должна быть имя фон должно быть еще имя м правда она какое-то хитрое она не является внешним и поэтому должны какую-то информацию получить и еще должен быть принт в который еще синус принт в который внезапно еще один внешний он берется из библиотеки исполняющей системы дать посмотрим ну вот примерно так как я вам говорил все и обстоит определенная функция фон переменные к и n внешне примерно dm внутренняя назначение этих аббревиатур я не знаю но я могу догадаться и не определенная функция принт кстати функция синус превратилась в макрос потому что у нас процессор такой хороший годный умеет симус вычислять да значит и поэтому ему не нужна вообще некая библиотека ну кусок как точнее не так наверное процессор не умеет вычислять синус но каким-то простыми способами это можно добиться без использования кода математической библиотеки поэтому нам не нужно собственно если нам главное она нужна нам бы компилятор сказал используйте минус или мы этой функции не определяем она не определена есть ну вот ну и принт в который непонятно где он undefined потому что это еще не слинкованная программа вот когда мы программу слинкуем я что-то исправил да у меня кто-то я я я где-то сказал минус опрок . си вот 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 я тупой ну ладно обидно конечно сейчас найдем какой блок прок . си вот этот блок . сглупил я точно так же можем посмотреть таблицу таблицу имен программы прок вот и увидим что там этих самых имен дохрена среди них мы можем увидеть нашу фун нашу камб к мы 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 можем увидеть неопределенный принт это в бинарной программе и вообще еще какое-то количество неопределенных неопределенных правда понятное дело что поскольку программа у нас собранная динамически ничего удивить но что библиотечных функций в ней не определено за библиотечными функциями наш программа будет ходить в стандартную исполняющую библиотеку си точнее в вот сюда вот вам кстати еще одно утилит которое для предназначено для анализа бинарников это утилита позволяет узнать с какими библиотеками данный бинарных слинков он кстати сказать это мы еще увидим как она работает то есть пойдем а если бы мы скомпилировали эту фигню статически статик то ну во первых вот такая фигня не заработал потому что нам нет динамик динамик линкер не используется при ее создании но зато вот такая фигня до статик линкер вот такая фигня заработал бы в полный рост и нам бы мало не показалось что это нам приехала вся исполняющая система си в виде библиотеки липси статической прямо к нам в бинарных ну а что делать мы сказали статически вот они все и приехали сюда ну и файл такой у нас получился размером почти 6 мегабайтов ну потому что библиотека туда приехал плюс вся отладочная информация я же сказал минус г да я сказал минус г я сказал минус г там еще вся отладочная информация давайте мы ее пострипаем ну вот совсем другое дело то есть по большей части то что мы видели в составе файла прок была отладочная информация про то какие исходники с чем связаны кстати сказать это кстати наши новые темы мы сейчас к этому еще вернемся отладочная информация вот а я еще расскажу только про и ридельфу общ дамфу вас по рлдд уже рассказал для более подробного анализа программ есть утилитки он штамп и утилитка ридельф и будут похожие на нее значит обждамп позволяет посмотреть и ридельф позволяет посмотреть объектник или бинарник в обычном формате елеф какие в нем есть разделы давайте посмотрим минус икс тот же проб в глядите тут много всего значит до минус икс я правильно сказал у хитер до кути заголовок во во значит вот это вот разделы бинарника в этих дохрена в разделе текст мы помним что лежит код а в разделе где там где-то должен быть раздел дата в которой лежат данные вот есть еще всякие другие разделы дата есть еще дофига разделов короче говоря этим можно заниматься целый семестр вот и получать удовольствие или наоборот страдать примерно такая же штука ряды по моему вот так это делается да да значит больше про елеф программы потому что он ну потому что он специально под это заточен вот это все содержится в описании елефа внутри то есть даже например под какой процессор скомпилирован код вот ну вот эту уже мы виденные нами разделы вот это значит еще что-то короче много бессмысленно информации что более осмысленно когда мы хотим когда мы хотим или топ ждем так делать нету а она же не динамическая человек говорил дайте дайте скомпилируем по-человечески вот смотрите значит он ждем минус т показывает нам всю ту же таблицу таблицу имен только в более хитрым формате он показывает где чего лежит он больше знает про то как расположены все эти имена вот он знает что имя к имя имя м а имя м у нас да они лежат смотрите в разных сегментах потому что глобальные лежат в другом месте вот локальный лежит статик лежит в дата а глобальные лежат бсс такие дела что принт у нас естественно undefined и за ним надо ходить отдельно в примерно так а минус т большое минус т большое показывает только undefined табличку то есть вот конкретно за какими символами нам придется ходить наружу я думаю что такая же фигня работает здесь вот и примерно такая же фигня работает с риадельфом это утилита примерно одного класса риадельф круче но я почему-то привык пользоваться общ-дампом видимо с тех пор когда риадельф еще не было у меня в досягательности чтобы вы понимали что когда мы отлаживаем чего-то это чего-то выглядит довольно непросто даже в тот момент когда она загружена в память и и есть целые огромные такие хакерские курсы как хакать значит бинарники как их эксплуатировать как них значит вставлять свой собственный код и так далее которые основаны на манипуляции вот всей этой ерундой ну да бог с ним что нужно для того чтобы пользоваться отладчиком ох много мне сегодня придется рассказать видимо надо ускоряться нужно собирать исходники без оптимизации значит оптимизация это означает что у вас получившийся код на автокоде будет частично переупорядочен циклы развернуты некоторые ненужные переменные вообще выкинуты потому что без них можно обойтись и прятала когда вы будете это отлаживать у вас время от времени будет при попытке показать строчку или там значит какой-то кусок значит кода будет написано оптимайздаут все этого после работы оптимизатора этого этого этой штуки этого места в вашем вашей программе просто нет да если у вас какие-то циклы с условными операторами то они могут быть развернуты или перри переопределены и у вас внезапно получится попытка пошаговой отладки будет прыгать по вашему коду короче говоря если вы хотите реально по отлаживаться используйте ключик минус о ноль который означает что отладки никакой дальше к вашей программе нужно прикрепить не только таблицу имен она там есть и так потому что но иначе на работать не будет но и таблицу соответствия имен исходному коду если этой таблицы соответствия имен исходному коду не будет то вы сможете отлаживать вашу программу но исходный код будет показан в дизэссемблированном виде на ассемблере это тоже нормально если вы в этом разбираетесь и так тоже бывает потому что исходный код далеко не всегда доступен то есть отлаживать можно даже программу без исходного кода вот но вам придется догадываться если ну вы реально хотите что-то поправить вам придется догадываться какие собственно в этом месте стояли операторы языка программирования хи если это был хи но и значит привязка к исходникам исходники должны быть доступны есть как бы два две формы привязки к исходникам сейчас посмотрим на лобе вот одна состоит в том что у вас в отладочной информации написано где лежат исходники и если они лежат не там то вы не сможете ничего отлаживать второй вариант состоит в том что у вас исходники укладываются в специальное место вот конкретное отличное от того места где они лежали изначально и они просто путешествуют вместе со всей остальной отладочной информации вот это я сейчас как раз покажу не лишне заметить что отладочная информация нужна не только для вашей программы но и для всех библиотек которыми вы пользуетесь потому что иначе у вас получится ситуация что вы выбрали в какую-то ошибку и то место куда вы выпали она вам показывается на ассемблере непонятное и пока вы не доберетесь до своей собственной программы которая собственно вызвала это место вы будете разбираться в коде на ассемблере не исключено что этого достаточно потому что вы увидите какую ошибку вы допустили в своей программе а возможно и нет потому что вы не поймете как то что вы сделали своей программе привело к ошибке потому что увидите код на нас давайте Давайте посмотрим, как это выглядит. Например, у нас есть библиотека Курсис, с которой мы писали два домашних задания. Вот она. И вот это всевозможные библиотеки из комплекта Курсис, с которыми работают, которые используют программу при работе. Ну, например, наша программа с окошечком была именно так устроена. Обратите внимание, что она еще использует библиотеку липтинфа, которая, собственно, отвечает за базу данных описаний терминалов. А еще библиотеку ГПМ. Это поддержка мыши в консоли Linux. Вот. Видимо, я так собрал липкорсис. Ну, кстати, это можно посмотреть. Так и есть. Так и есть. Сама библиотека либо инкурсис хочет ГПМ и Тинфа. Ничего удивительного, что бинарник ее тоже хочет. Но меня интересует не это. Меня интересует, во-первых, пакет девилл, который состоит из версий библиотек, входящих в основной пакет, у которых нету в конце вот такой вот версии сунейма. Бац, его там нет. Зачем так? Это нужно для того, чтобы, когда вы компилируете свою программу, говорить просто минус L N курсис V и не заморачиваться вот этой версией. Версия увеличилась, окей, вы компилируете с новой версией. Версия увеличилась, поменялась A, B и у вас все падает. Окей, у вас все падает, значит, надо менять. Вот. То есть, идея стоит в чем? Что когда вы собираете ваш проект, было бы неплохо забыть про то, что есть какие-то версии. Или, по крайней мере, помнить об этом только на уровне конфигуре. Да? На уровне указания. Я хочу такую библиотеку не ниже, чем такой-то версии. А потом работать. Если версия библиотеки повышается, вы будете собирать вашу программу с новой версии библиотеки и, возможно, все заработает и так. А, возможно, нет. Но это уже ваша проблема отслеживать изменения ABI, ну и, соответственно, проблемы Amstream. Да? Поэтому сборочная зависимость не будет иметь санэма в качестве версии, в качестве идентификатора. А вот когда вы запускаете программу, вы увидите другую картину. Вы увидите, что ваша программа, ну скажем, вот с окошечком, который пользуется курсис, хочет не просто библиотеку либо инкурсис В, а именно либо инкурсис В с пятой версией. Потому что, если когда выйдет инкурсис с шестой версией, там, скорее всего, это будет означать изменение ABI и бинарную несовместимость ваших программ с новой версией, совсем-совсем новой версией библиотеки. То есть, вот это вот минорные версии, они к делу не относятся, а вот мажорная версия, как правило, сопровождается, такая дисциплина происходит тогда, когда происходит изменение ABI. Поэтому, после того, как вы собрали уже вашу программу, несмотря на то, что вы-то ему указали просто либо инкурсис В, было сказано, что в действительности это либо инкурсис В пятой версии, и что реально вашей системе либо инкурсис В пятой версии отвечает вот такой файл. То, что их тут два, не смущайтесь, это всего лишь символные ссылки. Это вообще все символные ссылки. Вот, видите? Значит, вот это символная ссылка. А вот это вообще не библиотека, а ее некоторое описание, в которой прямо написано, ребят, при загрузке, пожалуйста, пользуйтесь вот такой библиотекой и еще минус лип терминфо запускайте. Отвечая на вопрос сокращенца, на тему того, как вообще вот эти зависимости попали вот сюда. Они сюда попали вот в вот эту конкретную зависимость. Эта зависимость, возможно, попала просто потому, что мы ее тут вот тут вот указали при сборке, да? А вот эта зависимость попала сюда таким образом, что поскольку мы нашу программу запускаем, она подгружает соответствующие библиотеки, а у библиотек есть зависимость. То есть утилита LDD работает динамически. Она пытается выполнить вот эту программу. Мы об этом поговорим чуть позже. Она пытается выполнить эту программу и в процессе ее выполнения отслеживает, какие библиотеки были загружены. Поскольку наша программа собрана с LibInCurses, LibInCurses должна быть загружена. Она в свою очередь собрана с GPM и TINF, значит обе эти библиотеки тоже должны быть загружены. Примерно такая картина. Но весь этот разговор я на самом деле хотел завести из-за вот этого. А вот это вот у нас так называемый дебаг-инфо пакет, который нужен для отладки и который ха-ха-ха содержит, во-первых, все исходники, ну как все, все те исходники, про которые есть... Нет, не отслеживает DELOPEN. Хотя, нет, DELOPEN вообще не отслеживается. DELOPEN это отдельная тема больная, которая так не работает. Отслеживается только, когда сама операционная система этим занимается. Если вы делаете DELOPEN, это как бы... Значит, вы так и решили. Значит, вы хотите, чтобы та библиотека, которую вы открываете, полностью от вас зависела. Да, значит, возвращаясь к дебаг-инфо. Во-первых, все исходники, все те исходники, от которых символы остались, про которые есть что отлаживать. Во-вторых, собственно, набор отладочной информации, той самой, которая обычно прикрепляется ключом минус G к компилятору прямо к бинарнику, но можно ее оттуда отковырять и положить отдельно. И тогда будет сказано, что вот, например... А, ну это бинарник, да. Собственно, это сама библиотека, только с не отстрипанным дебаг-инфо, а это еще дополнительные какие-то штуки. Я, честно, не знаю, что это такое. Давайте посмотрим. Тоже какие-то бинарники, просто почему-то безымянные. Не знаю, что это такое. Вот. Как только вы уставляете дебаг-инфо-пакет, по крайней мере, в Аклинксе так сделано, вы можете не просто отлаживать вашу программу, а еще отлаживать ее в исходники, залезая внутрь функций и разглядывая исходники этих самых функций, которые вы сами не писали, а функции из библиотек. Что, собственно, нас приводит к теме GDB? То бишь, от ланчика. Допустим, у нас есть какая-то программа. Вот она. Она очень простая. Вот. Мы ее скомпилировали. Она нам выдала какие-то предупреждения, но мы на предупреждение, разумеется, не посмотрели. Потому что это предупреждение, это же не ошибки, правда. Мы ее запустили. А она нам вываливает Segmentation Fold. Обратите внимание, что Segmentation Fold означает, что обращение к какому-то неправильному сегменту памяти. Вот. И при этом, со всей очевидностью, вот этот принт уже не выполнился. Мы что-то ввели. Вот этим в Getse. А вот этим принт пытались это вывести, но на этом в Getse она упала. Требуется отладка. Окей. Давайте попробуем, подпустим этот отладчик. Значит, отладчик. Классический отладчик называется GDB. Он практически единственный в ULinux системах. По крайней мере, самый популярный. И как бы... Вот. Это довольно сложная штука, потому что ему нужно... Внутри себя. Потому что ему нужно уметь анализировать вот эти всякие бинарники и все остальное. Вот. Отладка, как правило, устроена таким образом, что мы просто запускаем процесс. Ну, есть там два варианта, на самом деле. Я, честно, сейчас не посмотрел, какой используется. Значит, один вариант состоит в том, что мы запускаем процесс уже непосредственно в режиме пошаговой отладки. То есть, после каждого выполнения каждой инструкции происходит прерывание. И это прерывание отладчик хватает. И говорит, вот, мол, мы остановились вот здесь. Да, потом выполняем следующий шаг. Он говорит, мы остановились вот здесь. Вот. И так происходит до тех пор, пока, значит, нам не надоест. При этом это так выглядит пошаговая отладка. А если мы хотим, допустим, установить какой-то брейкпоинт, то есть, выполнять до тех пор, пока куда-нибудь не попадем. На самом деле, все то же самое. Происходит пошаговое выполнение до тех пор, пока этот шаг не наткнется на ту точку, где мы поставили брейкпоинт. Но это чуть позже. Скорее всего, второй вариант используется. Ну, первый вариант. А второй вариант состоит в том, когда такой штуки просто нету, мы заменяем ту инструкцию, где мы поставили брейкпоинт, на специальную инструкцию отвалиться, доходим до нее, отваливаемся, заменяем все обратно, чтобы никто не видел. Но зато в это время мы находимся в отладчике. Дальше мы говорим, ну, дальше вот, пожалуйста, до такого-то брейкпоинта. Опять заменяем инструкцию на инструкцию отвалиться, а когда доходим, заменяем обратно. Ну, такое. Скорее всего, нормальная отладка, конечно, возможна, если пошаговый режим в процессоре есть. Значит, не работает. Точнее, секфортица. Давайте попробуем его отладить. Сразу скажу, что очень старая, ну, старая в смысле, с очень большой историей программы, с странноватым интерфейсом и с не очень удобными, пока не привыкнешь, когда привыкнешь, тоже неудобными, но уже привык, способами ее использовать. Например, если вы запускаете вашу программу с параметрами, вы не можете написать gdb, ааут и параметры. Потому что, потому что не можете. Потому что нужно написать gdb, минус-минус args, ааут и параметры. А иначе эти параметры почему-то пойдут к gdb. Ну, или их можно, эти параметры, задать вот здесь. А мы его правильно скомпилировали-то? У нас он с отладчиком. А, да, вот, reading-символ, значит, с отладчиком. Поскольку у нас исходники лежат тут же, от этого ауто, вот, то мы вполне можем посмотреть, как все это устроено. О, давайте даже, ну да. Первым делом мы должны запустить нашу программу. Ну, давайте, run. Она у нас что-то вводит. И вот она у нас упала. Она у нас не просто упала. Она у нас упала на какой-то странной функции. В каком-то странном файле iogitline, явно внутри какой-то библиотеки. Что мне не нравится в этом деле, что мы не видим кода нашей программы. Я даже знаю, почему. Потому что надо было, надо было вот так сказать. Минус o0, минус g. Вот тогда все бы было хорошо. Свой собственный завет нарушаем. Ву, run, шмяк, во, вот, что, нет, нет. Что не так-то, btr? А, нет, все нормально. Значит, вот мы выпали внутри какого-то кода. Мы даже можем посмотреть этот код, но он нам ни о чем не скажет. Вот этот ptr, значит, мы на нем упали. В принципе, мы можем посмотреть, почему так. Мы можем сказать, принт этот самый ptr. И понять, что он равен единице. То есть, до этого плюс-плюса этот ptr был равен нулю. Очевидно, что обращение по адресу 0 и по адресу 1, это обращение неправильное. И у нас должен произойти секфолд, который, собственно, и произошел. Но мы-то хотим понять, что мы сделали не так. Чтобы понять, что мы сделали не так, мы должны сказать backtrace. Или просто bt, это одно и то же. Вот. И увидеть, какая функцию какую вызывала. Значит, из main был вызван yovgets, из yovgets yovgetline, из yovgetline yovgetline.info. И этот yovgetline.info как раз нам и упал вот на этом ptr++. Для того, чтобы понять, что у нас произошло где, мы должны сказать up, переключиться на контекст вот этого. Yovgetline, да. Еще раз up. Переключиться на контекст yovgetline.info. То есть, перейти в тот кусок кода, который мы сами написали, посмотреть, что есть, в какой строчке. Вот здесь вот прямо, в 10 строчке, при попытке вызвала этого в гетсе, произошла какая-то ошибка там внутри, в этом в гетсе. Что мы сделали здесь не так? Ну, из tdn файлы дескриптера, хороший, годный. Плохой, негодный буфер буф. Мы забыли проверить, что малок у нас не отработал. У нас в малок приехал ноль, а мы не проверили это. Такая вот фигня. Собственно, об этом нас предупреждал компилятор заранее, да, что малок не умеет столько памяти выделять. Просто не умеет. Ну, не умеет. Но нет, мы предупреждение компилятора проигнорировали. И, значит, yes. Вот. Значит, это у нас простейший способ отладчика. Мы даже пошагово ничего не отлаживали. Ну, смотрите. Вот это предупреждение. Что тут какой-то огромный размер, мы не можем столько... Ну, ладно. Давайте попробуем воспользоваться отладчиком, просто попользоваться отладчиком, значит, на нашем файле Probe. Значит, gdb.probe. Классический хинт по использованию gdb. Ну, да, да, да. Классический хинт при использовании gdb. Это поставить breakpoint на то место, которое в вашей программе есть наверняка. В вашей программе на C с очень большой вероятностью есть функция main. Поэтому мы можем поставить breakpoint на main. Что такое breakpoint для тех, кто не в теме? Breakpoint – это ситуация, когда программа выполняется, выполняется, выполняется. А в тот момент, когда выполнение программы достигнет breakpoint, то есть строчки, которые мы пометили как breakpoint, это выполнение прервется на отладку. То есть, если мы сейчас скажем run, начнется выполнение исполняющей системы C, потому что выполнение вашей программы не с main начинается, там есть какая-то подготовка большая. Потом будет вызвана функция main, и в этот момент все прервется на breakpoint. Давайте это сделаем run или просто r. Вот, смотрите, произошел breakpoint. В седьмой строчке нашей программы мы можем посмотреть эту программу. Вот она, седьмая строчка. Значит, произошел breakpoint на седьмой строчке. И дальше мы можем, например, пошагово отлаживаться. Команда next означает выполнить следующую строчку. Обратите внимание, что выполнена вот эта строчка. То есть, произошел вызов функции, там, обработка, возврат из функции. Эта функция даже что-то напечатала. Вот, сейчас будет еще return 0. Next. И все, на этом программа наша закончена. Ну, в общем, все. Мы можем спустить программу заново. Об этом нам спросят, хотим ли мы этого. Да, yes, хотим. Вот, и вместо команды next, n, использовать команду step, s. Команда s будет, отличается от команды next тем, что вот сейчас мы войдем внутрь функции fun. Не выполним всю эту строчку, а войдем внутрь функции fun. Step, шмяк. Где это мы? Вот мы где. Мы вообще в другом файле. В файле fun.c, а не proc.c. Да? В этом файле мы находимся на седьмой строке, где вызван print. Если мы сейчас скажем step и вызваем print, мы влезем в реализацию print. Давайте попробуем. Шмяк. Во. Что это за файл print в точке c? Это файл из библиотеки glyпси. Вот и вот какие-то его кишочки, да? А, ну вот мы сделали, мы сделали в print.internal. Вернулись. Где мы? Мы теперь должны выйти из этого самого. Next. Вернулись. Вернулись обратно в fun.c. Вернулись. Вернулись обратно в proc. Вернулись. Давайте теперь, ну, извратимся. Например, поставим breakpoint куда-нибудь вот сюда вот. b print в 28. Что это значит? Да, перезапустили. Вот мы брейкнулись на main. Мы выбираем continue, то есть продолжаем работу, ждем, пока мы не обсплотнемся от следующей breakpoint. Шмяк. Сплотнулись от следующей breakpoint. Давайте посмотрим backtrace. Backtrace нам говорит, что мы из функции main вызвали функцию fun, а из функции fun мы вызвали функцию printf. И в этой функции printf мы сейчас и болтаемся. Эта функция printf там будет еще что-то из себя вызывать. Ну, в общем, вполне, вполне подсыпаем. Что еще можно? Можно сказать until. Командочка until до первого реторна нас доводит. И, собственно, все. То есть мы влезли в функцию, мы ее выполнили целиком, мы из нее вылезли. Вот. Еще в команде advance означает она выполнять до текущей строки. Давайте посмотрим. А, это мы уже... У нас есть куда адванситься? Ну да, можно, например, advance 9 сделать, да? Ну, скажем, сначала... Advance 9. А, у нас второй breakpoint, continue. Да. А, не заработала адванс 9, почему? Не знаю. А, exit from current stack frame. Ну, видимо, не доработали для этого. А, понятно. Мы... Закончился программой. А, господи, мы не там остановились. Да, нет. Ну, неважно. Значит, какие еще бывают точки останова? Точки останова бывают по номеру строки, как мы уже сказали, по имени функции. Да? Мы можем сказать, смотрите, B, ну, допустим, какой мы там, шмяк, вот этот принтер. А, такого нету. Хорошо. А как называлась функция, которую мы вызвали? Мы же бактерии сделали. Да была. А, понятно. Мы сначала должны сказать... Непонятно. Вроде была такая функция. NodeDefine говорит. Ну, ладно. Да, есть от повтор команды. Спасибо. Именно так. Чтобы каждый раз не нажимать, просто enter, 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 там next, 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 next. Ну, есть, допустим. А, вот. Обратите внимание на следующую интересную штуку. Мы, я хотел сказать, давай мне, пожалуйста, breakpoint на функцию printf. Он говорит, нет такой функции. Я говорю, ну, ладно, пускай потом будет. Он говорит, окей, потом будет, если будет. Дальше мы начали выполнять программу. Он внезапно наткнулся на функцию printf. Говорит, о, функция printf, ваш breakpoint. Ну, вот он. Забыл, как посмотреть. Ну, не важно. А хотя нет, это интересно. Ща, я забыл, как посмотреть breakpoint. Нет, это новый breakpoint. Ща. Ща, ща. Ща, ща, ща. А, это можно прям погуглить. Забыл. А, просто breakpoint, да? Инфо. Инфо бы. Не шо, а инфо. Вступил. Так. Что там у нас было? Во! Инфо, инфо бы. Ну вот, обратите внимание, что он еще пока не знает, где printf. А если сделаем вот так вот, он уже знает, где printf, потому что, как только мы запустили программу, он загрузил все нужные библиотеки и нашел ее. Обратите внимание на то, что я гдб немножко настроил, вот, в гдб.init, во-первых, я поставил вот такую штуку, чтобы можно было команды сохранять прямо в историю, вот, а во-вторых, поставил вот такую штуку, потому что по умолчанию у нас адреса выводятся синим по черному. Поэтому в моем случае это выглядит ужасно, и мне пришлось перекрасить. Я вообще любитель всего перекрашивать, как вы заметили. На самом деле, есть еще гораздо интереснее. С гдб.init можно всякие интересные штуки делать. Вот, например, так выглядит мой гдб.init, в котором я пользуюсь ежедневно. Я это украл из какого-то тоже stackoverflow, в котором... Это команды для печати на экран кутешных строк. Вы помните, что в куте, если кто знает, куте есть класс string, и он вообще говоря не строка, это хитрый объект, с которым можно всякие штуки делать. Вот это вот макросы для гдб, которые позволяют печатать кутешные строки, статические и динамические. Вот, такие дела. Значит, ну и всякие другие штуки вы тоже можете написать, если вам интересно для работы с гдб. Сейчас давайте посмотрим, что у нас в плане. Помимо print мы можем использовать команду, кажется, display. Сейчас скажу, как оно точно. Сейчас. Там где-то еще examine. Вот почему я не вижу examine. А, вот, print display, да. Мы можем сказать display n. И теперь у нас каждый раз, когда мы что-то будем делать, будет выводиться на экран значение этой самой переменной. Мы можем сказать examine, допустим... Ого. А, мы где сейчас? Ну, понятно. Ну, понятилу. Понятилу. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Вот. Да? Значит, мы можем сказать examine. Сейчас. Ага. Да что ж такое? Забыл. x, скажем, 10, c, вот, c. Вот. Значит, это формат, а это имя. Вот. Значит, это просто дам памяти, которую можно посмотреть. В принципе, вы можете посмотреть вот так вот. Да? Обратите внимание, что гдб сам понимает, что это указатель на строку. Да? Что это не число такое, и он залезает внутрь этой строки сам. Вот. Вы можете даже разименовывать какие-то вещи. Ну, то есть, вы можете использовать кое-какие куски выражения c прямо в гдб, и это будет работать. Я не сказал, что помимо бэкпоинтов, которые останавливаются на функциях или прям в строках памяти, есть еще watchpoint, которые останавливаются в случае, когда у нас изменилась ячейка памяти. Мы говорим, вот, гляди на вот это место, как только оно поменяется, остановись. Вот. Есть еще catchpoint, которые позволяют останавливаться при попытке выброса исключений или при попытке вызова системного вызова. Вот. С системным вызовом такая ситуация, что мы не всегда можем правильно определить место в исходном коде, в котором он вызывается. Потому что то, что мы вызываем из программ на сей, это не системные вызовы, а в раппера вокруг нет. Да. И если нам интересен конкретный вызов, там, не знаю, экзек в E, да, то мы можем поставить catchpoint на него, а потом уже посмотреть, кто, каким способом, с помощью какой функции его по экзеку. Вот. Время у нас поджимает, поэтому разбор вот этого примера прекрасного оставлю, видимо, на домашнее задание. Скажу только три вещи, даже, в общем, да, три, три вещи. Вещь первая. Вы можете запустить программу и подсоединиться к ней с помощью GDB с другого терминала. Смотрите. Смотрите. Что-то у меня с этими самыми с буквами не то. А работало же. Ну ладно, бог бы с ним, это очень странно. Работа-то, она при этом все равно работает. Да. Нет, у меня почему-то XM перестал работать по-человечески, он перестал псевдографику рисовать. Либо он перестал, либо этот самый. Ладно, слушайте, давайте. Потом, да, не сейчас. В любом случае оно работает, да, как-то. Обратите внимание, что мы можем взять и подключиться к моей ПЦРЕ-шоу вот сюда вот. Вот таким вот образом. GDB минус P, вот эта штука. Тричь. Тут она, кстати, зависла в это время, мы можем сказать run. Ну вот, хочу вот сюда вот перейти, да. Так, мы что-то вводим, что-то вводим. О, и вот, значит, мы вывелись на этом самом вот здесь вот, да, можно показать. Вот. Проблема стоит в том, что если я сейчас скажу continue, оно будет продолжаться на этом терминале, и ничего хорошего мы не увидим. Но это уже, так сказать, я не придумал, как сделать так, чтобы оно продолжалось на том терминале. Но, видимо, это тоже можно сделать, а просто надо как-то рассказать об этом KDB. Идея стояла в том, чтобы показать, что к работающей программе может подключиться KDB и продолжать ею заниматься. Ну, вот так. А, нет, смотрите, все и так работает, отлично. Я соврал. Вот, да, и мы вполне можем подключиться. При этом, смотрите, вы можете даже взять и поменять что-нибудь. Вот, здесь, но здесь не можете. Ну, собственно, вот. Единственное, что надо понимать, что эта штука использует механизм ядра, который называется Ptrace, и механизм этот небезопасный. Можно с таким, с его помощью, что угодно сделать с работающей программой, да, уже работающей, подключиться к ней и что-нибудь в нее затолкать. Поэтому эту штуку надо разрешать. Вот тут вот есть ссылка на то, как это делается. Б-б-б-б-б-б. Как это сделано у меня. Ну, короче. Есть такая фигня, которая называется Kernel Yama. Yama это Yeta Nazar чего-то там, как обычно. Все, что начинается на Y, это Yeta Nazar. С помощью этого параметра ядра управляется ограничение на возможность Ptrace или невозможность. Вот, сейчас я попробую, попробую показать, как это все включено уже. Ага, это надо рутом туда зайти. Хорошо. О, вот, что, собственно, нужно сделать. Нужно, чтобы у вас вот в этом месте. Сейчас. Ну, да. Абсолютно одно и то же в Linux. Либо вы управляете это через виртуальную файловую систему Proz, либо вы управляете это через Sysctl. В любом случае здесь должен стоять ноль. Если у вас не ноль, то будут вот такие ограничения включены. И тогда вы не сможете подсоединиться к работающей программе, утилитой, которая использует Ptrace. Еще одна вещь, которую я хотел вам показать. Это чуть более человеческий интерфейс GDB, чем тот, которым мы с вами пользуемся. Значит, ну, во-первых, не знаю, насколько это интересно, но, во-первых, есть интерфейсы консольные. Их минимум два. Можно сказать, GDB минус минус туи. Вот. Вот что случилось с этим самым, с Xterm, непонятно. О, а здесь работает. Это, видимо, с самим Xterm что-то случилось. Когда я выводил на экран, когда я выводил на экран бинарный файл, там какие-то настройки слетели. Видите, да, какая штука. И, в принципе, это тот же самый... Вряд ли терм. Я думаю, что сам Xterm что-то... Хотя, может, и терм слетел, вы правы. Может быть. Сейчас уже... Вот, сейчас уже поздно об этом думать. Неважно. Важно, что. Смотрите. Тот же самый GDB, прям тот же, тот же. Вот. Но у него есть некоторая картиночка сверху, которая показывает вам просмотр исходников. Сы. 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 Ой, еще сы. Вот это еще совсем внутрь. Во, вылезли, наконец. Нет, еще не вылезли. Вот. Как видите, после того, как программа закончила работать, он о нас не очень думает. Вот. Да. Если у вас есть возможность установить пакет C, GDB, он слегка получше. Фактически это... Ну, с человеческим лицом GDB минус 100, и, как видите, еще и... Ой, смотрите, мы влезли в какой-то C-шный код, который выполняет... В код, который выполняет ассемблерные кусочки. Ну, да ладно. Значит, из текстовых, пожалуй, все. Если вы пользуетесь... Если вы хотите пользоваться на вашей машине в нетекстовом режиме, то есть всякие отладчики типа Nemiver, KDBG и все остальные, которые предназначены для отладки в графическом режиме. Вот. Есть отладчики, встроенные в большие среды программирования в тот же Eclipse, там, не знаю, в тот же QT Creator. Вот. Но я хочу показать вам одну фишку важную, которую я тут недавно для себя открыл. Фишка следующая. Есть такая штука, называется GDB GUI. Во. Сейчас. У нас есть же файлы на C у меня, да? Есть файлы на C. Ну, какой там C. О, какой-то страшный файл на C. А, это какая-то задачка. Нет, это не интересно, нам надо что-то вводить. Молны.C. Это опять длинная задачка. Да что ж такое-то? Покороче что-нибудь. О, шикарно. Значит, я бы на самом месте написал вот так вот, чтобы не путать C с C++. Вот. Ну, что-то такое, да? Ну, да. Вот. Значит, GDB GUI. Это такой GUI для GDB, который написан на питоне и джаваскрипте. Значит, почему на джаваскрипте? Потому что мы говорите gdb.gui.a.out. И у нас запускается броузер, а в броузер запускается прекрасный, значит, этот самый, как его зовут-то? Ну, короче, это классический броузерный редактор текстов. Вот. Автоматически у нас ставится breakpoint на на main, вот, видите, сразу, потому что с этого надо начинать. Вот мы его запускаем, и вот мы по шагу его проходим. А вот тут, а вот тут вот у нас, видите, печать происходит. Вот здесь у нас консоль GDB, вот. И это у нас консоль самого GDB GUI, в которой может там что-то ругаться. Вот. И в принципе, вы можете управлять из консоли GDB все это безобразие, а можете вот здесь нажимать на какие-то кнопочки, в которых я не очень разбираюсь. Заодно тут у нас уже сразу настроенные, мы можем подглядеть локальные переменные, ну, файлы, ну, короче, короче, такой вполне себе атланчик. Чем этот атланчик хорош? Почему я его вспомнил? Во-первых, он не требует ничего, кроме GDB и питона. Во-вторых, он, ну, ну, правда, не требует ничего, кроме GDB и питона. Смотрите. pip install GDB GUI. А, не DB GUI, а GDB GUI, да? GDB GUI. Setup Tools. Хорошо. Че-че-че? А как-то так может быть вообще? Давайте посмотрим Setup Tools. Давайте поставим Setup Tools. Ну, это просто питон, не доставленный на этой машине. Сейчас доставим. Поехали. 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 Понятное дело, что такая штука действительно должна быть, должна быть на машине обязательно. О, новый питончик приехал. Хо-хо. Извините, сейчас посмотрим Да Ну вот Вот значит этот самый gdb.gu И скачивает дофига каких-то Каких-то питоновских пакетов Вот все они Ну как дофига, десяток Пару десятков Все они ставятся Фактически он организует тут веб-сервер И теперь, внимание, мы можем Делать следующее Мы можем Ну вот мы переходим на LinuxPrag ID Мы можем запустить тут На удаленной машине Сервер Этот самый HTTP, который будет отлаживать Осмотреть броузером на нашей машине Единственное, что мы для этого сделать должны Мы должны пробросить порт оттуда сюда То есть мы должны написать так SSH-Prag, минус L Ну скажем, 2500 Localhost 2500 Что это значит? Это значит, что На той машине, на удаленной На LinuxPrag будет запущен сервер На порту 2500 А на этой нашей локальной машине Мы можем зайти на этот порт 2500 И тогда мы попадем на тот Проброс портов по SSH Теперь мы говорим gdb.gu Ну скажем, прог Только мы должны ему сказать Сейчас скажу, что Мы ему должны сказать Минус N По-моему Чтобы он не пытался запустить Броузер оттуда Мы броузер запустим сами И минус И порт мы ему должны сказать Минус P порт Отлично gdb.gu Минус N Минус P 2500 Прог Пробуем Та-дам Смотрите, что происходит Чтобы было понятно На удаленной машине Я запустил gdb.gu И сервер Значит На Своей локальной машине В броузере Я все это такое запустил Значит Так вот Что произошло В результате мы Наших экспериментов Мы на той машине На удаленной Запустили Веб сервер Одновременно с отладчиком А на локальной машине Отлично отлаживаем Всю эту фигню Ой, тут прям Какой-то мануал по нему Тут уже спрашивали Про ddd Дdd Проходит по разряду Графических отладчиков На локальной машине Их на самом деле Достаточно И ddd Довольно страшненький Но правда В нем есть Уникальные фичи Которых больше нигде нет Но А вот эта штука Позволяет вам Запускать Графический интерфейс На вашей локальной машине Отлаживать удаленно Что для этого нужно сделать Чтобы это заработало Нужно На удаленной машине Нужен питон На удаленной машине Нужно Ну работающий Просто Припинсталить Соответствующий пакет А еще Не забудьте Что Когда вы Устанавливаете пакеты От питона Именно от питона У вас бинарник Приезжает Вот вот сюда Вот Это вот там Где бы гуй лежит Вот На самом деле Он запускает Целый веб-сервер Фласк Это приложение На фласке Написанное Которое Вот Позвольте Такие еще Следующая тема Стоит Вот в чем Предположим У нас Программа Как-то себя ведет Странно И мы хотим Понять Почему она Так себя ведет Даже не столько Отлаживать А сколько Понять Ну скажем Какие системные Вызывы она Дергает Да Какие файлы Она прочла Или не прочла Потому что Я запускаю У меня Значит Из какого-то Конфига Непонятного Недокументированного В непонятном месте Лежащего Прочлись какие-то Страшные настройки Или Висит на чем-то И не говорит на чем Или Отсылает куда-то В сеть пакет Или что-то из сети хочет Или Открыла файл И что-то из него читает Или что-то в него пишет Короче говоря Если мы хотим Протрассировать Работу Нашей программы На предмет того Какие системные Вызывы она вызывала Для этого Не всегда Удобно Использовать ГДБ Я бы даже сказал Неудобно Использовать ГДБ Потому что Мы не знаем В каком месте Поставить Сиску Этот самый Брейкпоинт Или на какой Конкретный Системный вызов Поставить Качпоинт Вот И вообще Нам не нужно Брейкпоинты ставить Нам нужно посмотреть Что программа делала Вот Вот я говорю В реал лайфе Довольно частый пример Программа Откуда прошла Какие-то настройки Или там Что-то такое А ты не знаешь откуда Вот Для этого всего Служит программа Стрейс Которая выглядит Примерно так Мы говорим Стрейс Говорим Какую Какую утилиту Надо запустить Она нам выдает Смотрите Ну что Из вашего шелла Был запущен Из экзеквей Этого самого Бин-ЛС Экзеквей Это системный вызов Дальше Мы Определили Какое место В памяти Дальше мы Посмотрели Да Дальше мы Посмотрели Туда Сюда Дальше выясняется Что для нашего ЛС Понадобился Понадобился Лептинф Его кто-то Открыл Дальше Из него Кто-то Что-то Прочел Потому что Его надо было Загрузить В память Ну и в общем Потом еще ПЦРЕ Какой-то Ну короче говоря Мы довольно долго Мучились И в конце концов Запустили Наш ЛС Где-то там В конце Который Еще должен был Вызывать Райт Да Вот Вот он открыл И вот он Наконец-то Начал Начал писать На стандартный Вывод Наш текст Так плохо видно Можно написать Вот так вот Минус О Лог Вот значит Как у нас Выглядел ЛС А вот как Выглядел Лог Лог Этого самого Стрейса Как видите Очень много Системных вызовов Понадобилось Для того Чтобы выполнить Один банальный ЛС Да Начиная с Открытия всех Библиотек С открытия всех Попытка Локализации В основном Этот самый Но сачфайл Возвращает Да И наконец Мы проверили Является ли у нас Устройство Ну мы Повстатили Первый Дескриптор Потому что ЛС Проверяет терминал Это или нет Определяет терминал Или нет Да И дальше Начали писать На этот первый Дескриптор Наш вывод Вот Вот такое Вот Устройство Значит Программа В принципе Мы можем довольно много Веселого делать С помощью Стрейса Я вообще Обычно Если я вижу Какие-то Какие-то Косяки С работой Программы И не в ГДБ Лезу Запускаю Стрейс Чтобы посмотреть Что она делала Мы можем Например Ограничить Ограничить Работу Стрейса Тем В какие файлы Она лазит Ну допустим Скажем так Стрейс Минус Е Файл И это означает Что из всех Системных вызовов Мы будем Отслеживать Только Те Которые Занимаются Открытием файла Или чем-то таким Дальше Минус Игрик По-моему Будет Выдавать Вам Минус В Будет Подлиннее Минус С 1024 Будет Увеличит Буфер Который Дампится До килобайта Ну и Там не знаю ЛС Все тот же О Значит Давайте еще Это в файл Запишем Минус F Угол Что Минус Ог Конечно Значит Что сейчас Произошло Мы запустили Под эстрейсом Программу ЛС Минус Минус Колор И этот ЛС Минус Минус Колор Вывел Нам Все Что он Собирался Вывести А В логе У нас Остались Только Те Системные Вызовы Которые Отвечают За работу С файлами Да Икзек Аксесс Опен Всяких Библиотек В количестве Стат Попытка Опена Всевозможных Локализаций И в частности Где-то здесь Должна быть А Диркалор Смотрится В переменное Окружение Поэтому мы здесь Не увидим Как он Свет Провел Вот Обратите Внимание Лстат Про каждую Директорию Что он Раньше Не делал Почему Он должен Понять Какие Флаги У этой Директории Какие у нее Атрибуты Чтобы потом Вывести ее Нужным цветом Для раскраски Ему пришлось Постатить Все это дело Да Ну и так Вот В принципе Мы можем Ограничиться Одним Конкретным Системным Вызовом Когда мы Пользуемся Стрейсом Так Поскольку Осталось Пять минут Я принимаю Решение Значит Мы Пожалуй Не будем Сейчас заниматься Стрейсом Извините Потому что Про него надо Рассказывать Чуть дольше Я лучше Расскажу За оставшиеся Пять минут То что Обещал Две вещи Вот А Стрейс И Валгринт У нас уйдет На следующую лекцию И я что-нибудь Придумаю Как бы Сделать так Чтобы нам Не отставать от плана Оставшиеся Что я обещал Рассказать Значит Стрейс Пока откладываем Бог с ним Про то Как работает ЛДД Дело Вот в чем Когда мы Формируем Исполняемый Елиф файл Операционная система Загружает его В память Не просто так А с помощью Специального Загрузчика Документация По этому Загрузчику Имеется ввиду Естественно Динамически Скомпилированный Файл Программы Не просто Елиф Да Динамически Скомпилированный Так вот Значит Документация По этому Загрузчику Динамическому Лежит в Мани ЛДСО Вот И этот Динамический Загрузчик Обладает Некоторыми Дополнительными Параметрами В том смысле Что мы можем Например При старте Указать Некоторые Переменные Окружения Которые Нет Вот Указать Некоторые Переменные Окружения И внезапно При старте Программы Ну вот Смотрите И внезапно При старте Программы У нас Будет Выведен Трейс Объектов Которые В данный Момент Загружались Фактически Это и есть Утилита ЛДД Которые Ровно Ровно Тем Тим Сам Занимается Единственное Что Утилита ЛДД Еще Заботится Тем Чтобы Не Выполнять Программу Которую Мы Загружаем А только Пытаться Загрузить И Потресить Те Объекты Те Библиотеки Которые Были При этом Потребовались Для работы Этой Утилиты Вот Но есть И более Хитрые Штуки Есть Например Переменочка ЛДПРИЛОД Которая Позволит Сначала Загрузить Библиотеку В память А потом Выполнить Программу Что При этом Произойдет Если В этой Программе Есть Динамические Символы Которые Нам Нужны Ну Скажем Ну Какие То И Эти Динамические Символы Уже Наличествуют В ЛДПРИЛОД Библиотеке То Они Будут Браться Оттуда То То Мы Можем Динамически Изменить Поведение Программы Просто Предварительно Загрузить В память Нужную Библиотеку Понимаете Да То есть Мы берем Какую Нибудь Профайлер Ну Кстати Вот Смотрите Мы берем Какую Библиотеку В данном Случа Это Библиотека Дума Дума Это Такой Огород Насчет Того Как мы Используем Память Подгружаем Ее В этой Библиотеке Перегружены Сейчас покажу Какие Функции АНМ Интересно Сработает Не Сработает Общий Дамп Нужен Библиотеку Перегружены Некоторые Некоторые Функции В частности Например Видите Определена функция Сторонкад Или Определена функция Фри Да Я так Перегружена Библиотека И в частности Вся работа С памятью Этой нашей Библиотекой Дума Просматривается И дальше Она говорит Ребята У вас Тут Все Нормально С памятью Вот Было Есть Правда Две Какие-то Заметки Но Поскольку У вас Нет Поскольку Вы их Не заводили То Ничего Страшного А вот У меня Тут Есть Программа С Которым Будем Упражняться Дальше Вот Она Должна Должна Заработает О А нет Тоже Ну вот Не заработало Ну не важно Важно то что Это собственно Относится не к Разговору об отладке Про отладку Мы поговорим Про логринт Это Относится К разговору Про то Как собственно Определяется Как определяется Что Как работает ЛДД Да Вот Или там Вот Ну да Естественно Да Значит ЛДД Просто выставляет Нужные флаги Нашему ЛДСО И Подгружает Да Конечно Значит Смотрите ЛДСО КонфД Это такая Уже Подробность В которой Указаны Значит Вот тут у меня ничего нету В которой указаны В каких местах Лежат Библиотеки Значит Это кстати Тоже интересная штука Спасибо Спасибо Андрей Есть еще одна штука Под названием LDLibrary Path Которая указывает В каком месте Вы берете библиотеки С помощью LDLibrary Path Тоже можно Перегрузить Библиотеку Просто По умолчанию У нас Они вполне Они лежат В стандартных местах Ну там USR LIP64 И просто В некоторых Дистрибутивах Где используют Другой вариант Мультиарча Это место Называется USR LIP Но вы можете Подсунуть Свой собственный Путь До своих библиотек И так и надо Делать Если Вы собираете Библиотеку Она лежит Где-то в текущем Каталоге Кажется На одной из первых Лекций Мы так делали Я показывал Как Оттестировать Библиотеку С перегрузкой LDLibrary Path Так вот Ответ Андрею Нет Никакого Пользовательского Варианта Настроить Эти пути Нету Вы должны Вы должны Упражняться С LDLibrary Path Но это В общем Не так страшно Вот Вот LDPilot Может быть Использован Для очень разных Вещей Для подмены Допустим Системного Времени Я в свое Время Писал Программку Использующую LDPilot Для того Чтобы Подменять Вызов Экзек ВЕ Вот Значит Это было Связано С очень Такой Веселой Историей Я собирал LibreOffice LibreOffice Падал Потому что Он запускал Слишком много Потоков Джаба Одновременно Вот Значит Надо Был выход Либо Запускать Все Все компилировать В один поток Что очень долго Либо ограничивать Именно количество Запущенных Джав Вот Ну я написал Такую библиотечку Которая Перехватывала Экзек Вот Смотрела Чем мы там Экзекаем Не джаву Если Экзек Джав Говорил Так Ну Мы Еще Подождем 5 Там Секунд Если Джав Слишком Много Уже Запущено Мы Подождем Секунд 5 И потом Еще раз Проверим Сколько Джав Запущен В общем Такое извращение Оно помогало Вот Пока я не нашел Причину ошибки Такой костыль был В связи с этим Кстати сказать Написать Полноценно Огороженную Со всех сторон Поприторную Программу Подлинных Довольно тяжело Потому что Мы всегда можем Злд прилодить Нужную библиотеку Которая будет Выполнять нужные Функции Вместо тех Которые мы Туда Засунули Закрытые Ну и в общем Довольно Удобная штука Все Значит Время наше Закончилось Я К своему стыду Спланировал Довольно плохо Хотя мог бы догадаться Значит В следующий раз У нас Рассказ про Истрейс И Валгринт Вот И я на это Еще постараюсь Что-нибудь навесить Потому что Для одной лекции Это мало Нужно что-то такое Какую-то половинчатую Тему туда добавить У меня Не очень Очевидные Представления О том Какое должно быть Домашнее задание По сегодняшней теме По всей видимости Задание будет состоять в том Что мы с вами Осваиваем ГДБ И Я Придумываю Какую-то Задачу на отладке Обратите внимание На вот этот пример Его надо будет разобрать Где он интересный Окей На этом видимо все Что-то